Добрый вечер всем, кто присоединился к нам на телеканале Видное ТВ. Стремление людей к тому, чтобы жизнь была удобной и приносила как можно меньше проблем, вполне естественно. Каковы реальные дела и шаги, предпринимаемые руководством округа для того, чтобы наша с вами жизнь стала комфортнее? Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, первым заместителем главы администрации муниципалитета Дмитрием Волковым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые жители городского округа Ленинский. Добрый вечер, Максим. Первая тема, о которой мы хотели бы поговорить, это тема строительства муниципального центра управления регионом. О нем много говорили, ходит много слухов, что это будет и как, но прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы мы посмотрели один сюжет, который мы сняли неделю назад. Сейчас там, конечно, все по-другому, но общее впечатление о том, что это будет, составить можно. Новая оргтехника и мебель только занимают свои места, что-то еще стоит в упаковке. Экскурсию по пока еще будущему центру управления регионом проводит куратор проекта Наталья Зиберева. Центр управления регионом – это аналитический центр. Аналитический центр, который собирает всю информацию по городскому округу, консолидирует ее и распределяет по направлениям. В нашем муниципальном центре будет четыре основных блока. Это блок дороги, блок образования, медицина и ЖКХ энергетика. Для каждого направления своя отдельная территория. Здесь нет кабинетов, одно открытое пространство. Эффективность работы с обращениями граждан можно будет видеть наглядно. Данный большой экран с тепловой картой, скажем так, это визитная карточка каждого муниципалитета. Соответственно, у нас этот данный экран тоже есть. На нем будет выведена программа, центр управления регионом. На ней будет тепловая карта, на которой мы можем отслеживать те или иные возгорания красных зон, зеленых зон и сможем оперативно реагировать. Это программа, в которой мы видим все направления, видим все обращения граждан, из какого бы источника информации они не поступили. Всего два с половиной месяца ушло на возведение здания. Общая площадь всех помещений чуть больше 300 квадратных метров. И каждый из них используется максимально продуктивно. При возведении этого объекта были применены уникальные технологии быстровозводимого нестационарного объекта, который позволил нам в самые кратчайшие сроки возвести вот такое прекрасное, замечательное здание, очень комфортное, которое позволяет не только решать те вопросы, которые в настоящее время стоят перед центром управления регионом и руководством района, но и на перспективу расширения. Центр управления регионом – часть масштабного проекта губернатора и правительства Московской области, который уже реализуется в других муниципалитетах Подмосковья. Мы уверены в том, что именно работа муниципального центра, она поможет сделать жизнь комфортнее, поможет решать проблемы намного быстрее. И мы сократим вот этот вот момент поступления задачи именно в муниципалитет и дохождение, скажем так, примитивно до самого исполнителя, тот, кто возьмет и пойдет сделает. То есть мы сокращаем этот период, и когда он поступает к нам задача, мы сразу же направляем ее на устранение. Некоторые проблемы будут устраняться в течение нескольких часов. Сообщить о какой-либо проблеме граждане смогут различными путями. От сообщений на портале Добродел до комментариев в социальных сетях. Работы впереди немало. Предусмотрена здесь и комната для отдыха. Надо сказать, что подобные центры управления регионом есть и в других муниципалитетах Московской области. Но обычно они располагаются в здании администрации или других учреждений. Такое отдельно стоящее здание, оснащенное по последнему слову техники, есть только в нашем городском округе. Большого архива для многочисленных бумаг в здании нет. В основном весь документ и оборот будет вестись в электронном виде. А вот для гостей, прежде всего, руководством муниципалитета предусмотрено специальное помещение. Наш единственный отдельный кабинет в нашем здании – это зал заседаний, в котором у нас будут проходить оперативные совещания. Кабинет, в котором будет приезжать наше руководство, глава, заместители, которые будут также приезжать в ЦУР. Здесь у нас будут проходить все ВКС, все конференции с нашими, скажем так, руководящими министерствами, ведомствами из правительства. Порядка 40 человек будет работать одновременно в этом здании. Пусконаладочные работы должны быть завершены до 1 декабря. Именно с этого момента Центр управления регионом будет готов к работе. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Итак, из сюжета мы поняли, что у нас теперь появится еще одна структура, которая будет обеспечивать эффективное реагирование на обращение жителей. Уже сейчас, пока мы смотрели этот сюжет, я видел, что вы объяснили некоторые правки. То есть, в частности, такого штата 40 человек в нем не будет, да? То есть, будет намного меньше. Максим, ну, мне кажется, из репортажа уже много было все понятно. Единственное, что я хотел бы добавить, абсолютно правильно, создаются сейчас первые направления, 4 блока. Об этом было сказано. Наталья, как раз она отвечает за весь этот блок направления. Это современнейший продукт. И об этом было сказано, когда мы получаем так называемую тепловую карту состояния дел на территории. И, что самое главное, мы видим, где больше всего количества обращений или миссии вообще этого муниципального центра управления регионом. Там такие три составляющие. Коллеги, как раз-таки их будет абсолютно правильно сказать, не 40, а 18 специалистов. Это сегодня действующие специалисты. Мы их не набираем. Они хорошо разбираются в отрасли, проходили соответствующее обучение. И со следующей недели, соответственно, уже начнут в тестовом режиме, как у нас говорит молодежь, опробировать эту в целом систему. И вот там три таких девизных составляющие. Все знаем. Это специалисты, в зависимости от направления, должны понимать всю ситуацию положения дел на территории нашего округа. Следующее – это быстро решаем. То есть с момента поступления обращений правильно было замечено, если раньше в целом у нас по обращениям отводилось от 8 и более дней, то сейчас убрали фактически из системы программный продукт множество итераций должностей, казалось бы, начальника управления, начальника отдела. Это не нужно, когда мы прекрасно понимаем, что если нужно сделать ремонт мафа детской площадки игровой или починить те же самые качели, это напрямую приходит к тому учреждению, за кем оно закреплено. Дорсервис, либо управляющая компания. И, соответственно, у нас это все в программе есть. Оно автоматом уже приходит в учреждение в один день. И наша ситуация в том плане, что это устранить за сутки бывает, когда это молниеносно, мастер участка получает, все это выходит. Соответственно, вторая задача, она так называется, миссия, быстро решаем. Ну и третья составляющая, это не допускаем. Что это имеется в виду? На основе тех обращений, они сейчас как раз таки у нас, вот на сегодняшний день, те обращения, которые нам поступают, порядка 25 тысяч обращений, которые поступили, соответственно, мы их анализируем. У нас есть свои программы, они и областные, и муниципальные в развитии разных отраслей. И как раз таки за счет таких, можно сказать, обращений, больше сейчас начали носить фон позитивных, то есть обращения, предложения жителей, голосования на порталах за то или иное направление. Мы видим, если этого больше, даже если есть программы, мы вводим соответствующие корректировки наших программ развития, как раз таки основываясь на мнении жителей. И вот не допускать и связано с этим, основываясь на взаимодействии с жителем, мы вносим корректировки, делаем те или иные направления, развитие, благоустройство, площадки, дороги, тем самым на будущее не допускаем, чтобы это повторялось. И как раз таки Центр управления региона позволяет нам смотреть не только количество обращений, а мы мониторим это на ежесуточной основе, а динамику. То есть если динамика отрицательная, мы сразу видим, что по теме двор, дороги, общественный транспорт, на это сразу же реагируем, и нам это позволяет молниеносно реагировать, тем самым, конечно же, создавать более качественное и комфортное нахождение жителей на нашем любимой территории. Ну вот, чтобы предметно показать нашим зрителям, как это работает. Вот если мы приведем какой-то пример, как было, допустим, до введения ЦУРа, и как будет во время того, как он будет действовать, он будет функционировать. Ну вот, в принципе, мы сейчас уже начинаем это все тестируем, и сейчас это осуществляется. Если раньше на все отводилось 8 дней, о чем вот простой пример с детской игровой площадкой, когда нужно починить качели или маф, по зависимости... Как раньше двигалась эта задача? Заявитель обращался, это приходило в Мингосуправление, соответственно, с Мингосуправление это приходило в орган местного самоуправления, дальше к заместителю главы, заместителю главы начальника управления, начальника управления, начальника... То есть, фактически на этот промежуток уходило до 3 дней, дальше на подразделение учреждения, руководителю, руководитель ниже, и только уже потом до функции исполнения. Мы сейчас фактически завели учетные записи, вплоть до того, что это, если я приводил пример, не наше учреждение бюджетное, либо управляющая компания, у них есть учетные записи, и это им приходит автомат. Сейчас фактически это пришло от заявителя Мингос, нам, и оно автоматом попадает в тому учреждение, за кем закреплено, и стараться будем, чтобы это в сутки устранялось. Есть глобальные вещи, и мы их тоже аккумулируем, связанные со строительством, с капитальным ремонтом. Здесь мы и наша задача, и коллег этому обучали, должны доходчиво объяснять жителю, что в этом направлении делается. Вот по парковкам на газонах у нас это вдрожжено фанило, что сделано, что будет сделано и в какие сроки. И если здесь можно на этой территории решить, мы говорим, что прорабатываем, в какие сроки это будет сделано. И следующая составляющая, о чем мы сказали, не только в сроки, но и нам отследить качество. А качество, оно отслеживается следующим. Дальше мы решаем этот вопрос, и уже житель по результатам своего обращения может дать обратную связь. Если он этим доволен, соответственно, мы понимаем, что сделано качественно. Как раз-таки задача будет и муниципального нашего центра управления регионом не только понять этот фон, но и отследить качество. Доволен ли остался житель, ну а наша задача и, соответственно, специалистов на местах – это аналитика и контроль. Это очень важно. Центр размещен рядом с другим центром, многофункциональным центром «Мои документы». Как я понимаю, наверное, есть какие-то планы по взаимодействию этих двух учреждений? Вы знаете, мы неспроста определили две эти точки, потому что наш МФЦ – это тоже такая большая структура, структура будущего, сегодняшнего дня. Я помню, как три года назад мы были на 46-м месте, фактически сегодня являясь куратором МФЦ. Мы сегодня вторые в области, и МФЦ – это определенный стандарт. Сегодня, вот по сегодняшний день уже оказано 540 тысяч услуг, вздумайтесь, да, полмиллиона услуг, где обращаются граждане, из них их 340 услуг, 68 только муниципальных. И как раз-таки задача МФЦ – не только эту услугу оказывать, а ее постараться оказать также качественно и в короткие сроки, чтобы гражданин был доволен. Но будущее за МФЦ, я больше чем уверен, в части того, что и это показывает сегодняшний день, мы идем еще дальше. Мы создаем так называемые точки возможности самому обратиться и дать заявление через портал, так называемый региональный портал государственных услуг. У нас такие дела действуют, РПГУ когда-то пришел, не обязательно подходить к окну. Я говорю, 5 лет назад у МФЦ все же 10 окон было, сейчас там 44 у нас. Заявитель спокойно сам обращается. Ну и другой шаг, мы это тоже отслеживаем, у нас уже зарегистрировано более 11 учетных личных кабинетов, тысяч по этому году, когда гражданин обращается, житель нашего округа через портал государственных услуг. И оно автоматически попадает в обработку, не нужно никуда идти. И поверьте, я думаю, лет через 5 смысл вообще всего существования, оно будет исходить из того, что не нужно больших будет помещений, может быть и даже столько специалистов, когда можно это все будет делать уже в современной методике. Я думаю, за этим будущее. Ну, у самого центра мои документы, наверное, тоже, кроме того, что он поднялся, действительно, он занял второе место. Это было такое серьезное достижение, тем более, что первое место, если не ошибаюсь, Зарайска. Да, то есть нужно понимать, где находится МФЦ Ленинского района рядом с Москвой, где находится Зарайск. То есть, кроме этого, какие-то еще есть цифры, которыми можно действительно похвалиться, которыми можно погордиться? Ну, МФЦ... За прошедшие, может быть... Ну, прошедший год для нас он ознаменовался, и, конечно же, важным направлением мы пошли в новые микрорайоны. Мы открыли два офиса МФЦ, один в Бутово-парк, мы открыли в апреле, очень востребован. Мы поначалу начинали, он работал там, в воскресенье было выходное, сегодня он работает в каждодневном режиме. Если начинали там 100 услуг, то сегодня каждодневно, оказывается, не менее 600 услуг. В Купелинке с вами буквально открыли тоже этот новый микрорайон. Это вот как раз важное достижение, потому что я уверен, что достижение любой организации, тем более организации будущего, мои документы, МФЦ, это качество и удобство для жителя. И вот то, что мы выходим в микрорайоны, разъясняем, то, что мы пытаемся доходчиво, чтобы это на выходе было всегда вежливо, и житель приходящий нам сделал и сказал, что да, действительно, я получил ту или иную услугу качественно. Либо он в чем-то сомневается, либо он в чем-то предлагает, мы, конечно же, тоже на это реагируем, выставляем, стараемся это все поправить. Поэтому пожелаем нашему МФЦ в дальнейшем, конечно же, еще таких же выдающихся результатов, но и стремиться надо к первому месту. Еще одна тема, которую бы я хотел обсудить, это, собственно, социальные объекты. То есть это действительно одна из самых насущных проблем, наверное, в нашем муниципалитете. Он активно застраивается, соответственно, необходимость в таких объектах очень высока. Но прежде чем мы продолжим, я хотел бы, чтобы мы посмотрели небольшой сюжет, положительный сюжет об открытии одного такого объекта. В микрорайоне Купеленко открытие этого детского сада ждали давно. В семье Крюковых двое детей старше Сережи теперь будет ходить в новый детский сад Колобок. И это поможет его маме больше времени уделять младшему сыну. Молодые родители уверены, их Сереже здесь понравится. Чтобы детям было интересно, безопасно. Ну, воспитатели, надеюсь, опытных наберут. Большинство воспитателей нового сада имеют опыт работы. Но самое главное, каждый влюблен в свою профессию. Новых планов очень много. Ерзать, идти вперед, учить детей, помогать им логопедии, выстраивать звуки. Маленький Руфат ждал открытия Колобка с присущим детям нетерпением. Ты очень ждал, да? Да. На торжественное открытие детского сада приехал глава Ленинского муниципалитета Валерий Венцель. Он поздравил сотрудников учреждения и местных жителей с этим событием, отметив, что новый детский сад – это большие возможности. Я уверен, что в этом детском саду будут всегда раздаваться детский смех, всегда будет хорошее настроение, радость. Абсолютно уверен, что коллектив детского сада под руководством Яны Георгиевны сделает все для того, чтобы детишкам было замечательно, чтобы они получали первые знания, чтобы они готовились к школе. Начальник управления образования Светлана Ломакова высказала свою уверенность в том, что в этом детском саду будет интересно и его сотрудникам, и детям. Здесь созданы все оптимальные условия для осуществления образовательного процесса. Полностью оборудовано 10 групповых помещений. Мы всегда готовы поддержать все творческие инициативы педагогов и лучшие традиции детского сада. Символический ключ от здания сада его заведующий торжественно вручил представитель компании-застройщика, которая постаралась в короткие сроки завершить строительство столь важного для муниципалитета объекта. А после традиционного перерезывания ленточки гости отправились на экскурсию по учреждению. Они увидели и замечательно оформленные группы, и музыкальный зал, где, по словам его новой хозяйки, отличная акустика. А в спортивном зале уже занимаются воспитанники подготовительной группы. В физической культуре здесь будет уделено особое внимание. Главное – привить им любовь к спорту, к здоровому образу жизни. И это как раз-таки самый подходящий возраст. В пищеблоке кастрюли и плиты пока не знают запаха каши, супов. Все это впереди. Заведующая детским садом Яна Николаева показала главе района гордость кухни – особую жаровню. А большой объем, и на 200 детей – это вот мы о таком мечтали. Вот все у нас в этом корпусе. Так а что здесь готовится? Картофель. Загружается и тучится, да? Да. Пока взрослые дяди и тети торжественно открывают детский сад, его будущие маленькие воспитанники вовсю играют на детской площадке. Ром, покажи, как у тебя машина по песку ездит. Получается? Да. Да. 200 юных жителей муниципалитета будут посещать новое дошкольное учреждение, которое уже 2 сентября начнет полноценную работу. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Действительно, к счастью, наверное, что в Ленинском районе, а теперь уже в городском округе, ведется активное строительство не только жилья, но и социальных объектов, но и социальных объектов. О чем же можно отчитаться уже по итогам, может быть, предварительным года? Знаете, этот год стал тоже не исключением урожайным для нас. Можно так сказать. Вот вы видели сюжет. Это детский сад «Колобок». Новый корпус на 200 мест. И особо приятно в целом, вот мы там, где находятся уже созданные детские сады, и рядом находятся и строятся новые корпуса социальной инфраструктуры, мы фактически их присоединяем к существующим. Это удобно внесением юридических в устав всего лишь, и внесением изменений в лицензию. Ну и самое главное, это в разы сокращает время. То есть мы на три месяца можем раньше открыть детский садик, а для нас это очень важно, потому что востребованности есть и для самих детишек, чтобы они быстрее пошли в детский садик. Соответственно, не только получили физическое развитие, но и быстрее начали есть кашу. Мы три детских садика в этом году открываем. Второй мы с вами открывали фактически в период незащиты детей. На 225 мест еще город детства. И вот буквально на следующей неделе, 26-го, мы планируем с вами открыть еще один детский садик «Бобренок» на 140 мест. И, ну, я считаю, это важное такое направление в целом по открытию детских садов. Ну, не имел не важным, конечно же, образовательных учреждений, школ. Мы в этом году две школы открыли. Одну из них на День космонавтики 12 апреля в Лопатино на 1100 мест. Другую мы открыли в День знаний на 1375 в микрорайоне Боброво. Важная школа в силу того, что она там впервые появилась, там первая школа в данном микрорайоне. Жители ее очень ждали. Кстати, вот и детский садик, который будем открывать во вторник, он тоже в этом микрорайоне. Мы в прошлом году открывали на 340 мест. И в этом году. То есть каждый год мы дарим социальные объекты, стараемся их современно водить в каждом микрорайоне, где действительно есть в этом потребность. И дальше будем к этому идти. У нас большие задачи. И на следующий год мы как раз-таки завершаем и школу на 550 в микрорайоне, Бутово-парк 2Б, школу в пригороде лесное на 1100. Кстати, там и садик завершаем, и в следующем году откроем на 360 мест. И рядом с детским садиком Ивушку в прошлом году открывали. Ну, еще ряд детских садов, не менее трех. Это и в зеленых олеях на 155 мест. И два детских садика в нашем развилковском поселении, в микрорайоне Римский квартал. Вот такие урожайные у нас в этом году события и времена. Но мы стараемся действительно, с учетом того, что у нас детей появляется очень много, этому отводить самое главное приоритетное значение. Ближайшее открытие детского сада «Бобренок» у нас будет 26 ноября. Практически на днях, меньше чем через неделю. Но, кстати говоря, у нас на связи есть человек, который нам сможет рассказать о том, готов ли садик. Мы сможем задать свои вопросы. Это заведующее учреждение «Любовь Рябова». Она у нас на прямой связи по телефону. К сожалению, у них неполадки со связью, чтобы мы смогли увидеть ее. Я думаю, сегодня мы поговорим с людьми, которые смогут с нами связаться по скайпу. Здравствуйте, Любовь Николаевна. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, Дмитрий Владимирович. Добрый вечер, Микол. Да, добрый вечер. Расскажите, насколько детский сад готов к приему малышей? Детский сад готов к открытию, ждет с нетерпением своих детей. Создана предметно-пространственная среда, закуплены современные мебели, игрушки, дидактические пособия. Штат уже укомплектован высокополитерными кадрами. А можно рассказать о технических подробностях, о цифрах, сколько детей ожидается в саду, каков коллектив, полностью ли укомплектован, какая площадь сада? Второй корпус детского сада «Бобренок» рассчитан на 140 мест. Будет открыто 6 групп. В детском саду есть физкультурные, музыкальные залы. Также кабинеты учителя, логопеда, педагога, психолога. Имеется помещение для дополнительных занятий, кружковой деятельности. Все помещения оснащены современным оборудованием. Отлично. Площадь... Так, так, так. Да, продолжайте. Площадь учреждения порядка 3000 квадратных метров. Отлично. Будет где развернуться, тем более сейчас наши зрители могли видеть фотографии из нового детского сада. И очень скоро они, собственно, смогут это все увидеть, и они, и их дети увидят своими глазами. 26-го будет открытие. А если не секрет, какая программа ждет пришедших? Любовь Николаевна, слышите нас? Продолжение следует... Все. Увы, связь прервалась. Ну, я думаю, что у нас традиционно со связью... Ну, да, в общем, есть проблемы. Хорошо. Говоря о социальной политике, нельзя, наверное, не упомянуть тех людей, на которых, наверное, даже, может быть, в большей степени она направлена. Это о пожилых людях. В районе стартовал проект «Активное долголетие». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее, хотя мы и так уже много рассказывали, но, тем не менее, все равно какие-то нюансы всегда остаются недопонятыми. Важное направление. Мы вот с вами проговорили про детские сады, про школу. Да, это, казалось бы, цветы жизни. Основной источник, который начинает только жить. Но мы не должны забывать про наше пожилое поколение. Это 55+. Они тоже должны быть задействованы. У них колоссальный опыт за плечами. У них много знаний, мудрости. И, как правило, и практика показывает, как раз-таки воспитание внуков и внучек дает, не в ущерб будет сказано мамам и мне, как понимаете, отцу своих детей, о том, что она дает порой более положительные эффекты, потому что уже смотрится. С другой стороны, менее занятость в части того, что отдали себя трудовым коллективам, много сделали для нашего округа. Это очень важно. Им большая благодарность. Важно этих людей вовлечь, потому что они не просто активны, они порой гиперактивны и готовы делиться, готовы показывать. И как раз-таки появилась губернаторская программа «Активное долголетие». Мы также в нее включились, и она действительно очень интересна, потому что она включает в себя много направлений. Немаловажно это в том числе направление по медицинскому обследованию, когда ты можешь зайти спокойно на портал, это вот в рамках современных технологий, либо на приложение госуслуги или портал активного долголетия, долголетие там «Мосрек», и узнать, есть ли у тебя желание пройти диспансеризацию, это тоже очень важно, по месту поликлиники, либо ты хочешь, чтобы данная диспансеризация у тебя была оказана по месту жительства, и, соответственно, мобильные бригады и комплексы приезжают на ту территорию, либо в то поселение, в котором необходимо приехать данному жителю. Ну и важное направление связано с активностями. Начиная от физической культуры, а у нас очень много занимает людей ветеранского движения в области спорта, и плавание очень интересное, это и направление связано уже и с творческим, и с культурой, и пением, и гимнастика духовная, и йогой у нас занимаются. Очень востребованное, мы даже сами не ожидались, вы посмотрите, как и в этом году мы запустили, это скандинавская ходьба. Но немаловажно, мы запустили еще такое направление, это туристические поездки. Вы не представляете, насколько это стало востребовано и актуально. Мы брали сначала и взяли маршруты, их семь, по городу Видное, по территории округа. Вообще подключился наш историко-культурный центр, экскурсовода, как раз-таки рассказывали о той истории, о тех событиях. Очень приятно, в этом году все-таки 90-летие, и что было к этому приурочено, поднимали все эти архивы. Мы им увидели большую востребованность. Мы начинали сначала раз в месяц, теперь каждую неделю, каждый понедельник у нас бесплатные туристические маршруты, автобусы. Вот как раз-таки жители наши в рамках программы активного долголетия спокойно могут напитываться той историей, которая действительно есть и очень интересна. Но мы, понимая эту востребованность, не останавливаемся на достигнутом и понимаем, что нужно идти дальше. Вот мы с 2020 года как раз для себя определили, что поедем в другие места, которые мы знаем, которые наслышаны и в рамках Золотого кольца. Мы поедем в том числе и в ближайшие муниципалитеты, это и в Чехово, и в Подольск, и в Чехово-Мелехово, и в Коломну, и в Сергиев-Посад. Поэтому мы действительно в рамках вот тех самых активностей отдаем приоритет. Но немаловажным, о чем я сказал, помимо современных, у нас работают учреждения культуры, спорта на местах, как раз-таки осуществляя для удобства жителей эти направления, о которых я сказал. И самое главное, мы еще хотим саккумулировать основное, центральное. У нас сейчас в основном косметические ведутся работы, определили для себя план и планируем на базе районного нашего центра культуры и досуга как раз открыть клуб активного долголетия, где будет основное аккумулироваться и в части того, что люди прийти и позаниматься, и о расписании. Их, соответственно, справочно проинформируют и записаться. Действительно, очень такое важное направление. И я уверен, что вот в этом направлении большое-большое будущее, потому что мы не должны забывать о тех жителях, о тех людях, которые действительно многое сделали для нашего любимого Ленинского округа. Ну, коль уж мы упомянули о клубах, которые должны открываться в нашем Видновском дворце культуры и досуга, может быть, нам об этом сможет подробнее рассказать директор Центра социального обслуживания «Вера» Андрей Коренюк. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Мы вас видим. Добрый вечер. Добрый вечер. Рядышком со мной находится директор Дома культуры Ирина Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос был про клуб активного долголетия. Совершенно верно. Действительно, сейчас проект стартовал, губернаторский активное долголетие в Подмосковье, и действительно мы не ожидали такого количества людей, активных людей, которые записываются на кружки и секции, которые есть в нашем районе. Все это на бесплатной основе, и одной из фишек губернаторского проекта является также открытие клубов активного долголетия. В нашем Ленинском районе такой клуб сейчас будет открыт уже где-то в декабре месяце ориентировочно. И в этом клубе будут представлены и активности, то есть люди смогут приходить сюда, заниматься теми видами деятельности, которые им интересны, получить конституционную информацию, попить чашечку чая. И самое главное, что для людей старшего возраста важно, это прежде всего пообщаться, то есть поговорить, рассказать о своих каких-то новостях, поделиться. Мы думаем, что такая форма работы с пожилыми людьми, она действительно на сегодняшний день востребована и будет популярна среди жителей Ленинского района. Отлично. Примерные сроки есть, когда этот клуб начнет работать уже на постоянной основе? В декабре месяце будет состоиться официальное открытие клуба активное долголетие. Но уже сейчас мы в рамках тестирования начинаем внедрять некоторые занятия, некоторые активности. И уже начиная с этой недели, часть активности у нас проходит в данном клубе, в тестовом режиме. Отлично. Спасибо вам большое за исчерпывающие ответы. Спасибо. Спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Ну, а на ваш взгляд, какие перспективы у этого проекта? Ну, я уже говорил, самое радующее, потому что вот вы слышали, Андрей говорит о том, что много направлений открывается, в том числе на базе районного центра культуры и досуга. И самое главное для нас задача – это создать комфортное времяпрепровождение для людей как раз-таки пожилого возраста. Потому что само внимание для данной категории, как и для всех, но для данной категории, оно имеет самые значимые для нас приоритеты. И я уверен, что в этом есть будущее. Потому что чем больше мы будем предлагать вариантов, ну, я неспроста сказал, скандинавская ходьба, да, там, казалось бы, там, пару лет назад об этом вообще никто не знал. А сегодня есть и новые направления, как я говорю, там, и йогой занимаются, есть те, кто в Арктике у нас на льду катаются. Ну, вот, иногда даже удивляешься и волейболом, и ветеранское движение футболом, и просто активности, и просто там встречи по интересам, и много направлений творческой направленности. Ну, хоровое пение, вы посмотрите, сколько у нас коллективов по поселениям, там, и в Володарке, и в Горках. Ну, приятно посмотреть, конечно. Это люди, которые с опытом, с опытом в целом того, что им не безразлично, что происходило на их территории, они еще в этот момент могут проявить себя и показать о том, что они за здоровый образ жизни, за позитивную энергетику. И для нас это очень важно, поддержать их людей. Если мы их поддержим, и еще раз придадим эту значимость, а для нас это приоритет, мы уже этим занимаемся. Я уверен, что за этим большое будущее. Поэтому я и мы все верим в этот проект, для нас это очень важно. Это прекрасно. Неумолимо время нашего эфира подходит к концу, но, тем не менее, я думаю, мы успеем хоть немного осветить еще одну, я думаю, самую такую интересную для жителей тему. Это тема, которая называется «Зима в Подмосковье». В прошлом году был запущен этот брендовый проект. Что ждать жителям Ленинского округа в этом году? Тем более, что зима наступит практически вот уже. Ну, знаете, по сегодняшним уже ощущениям, да, мороз говорит о том, что скоро все-таки придут тебе события зимние, новогодние, предновогодние. Для нас важно, действительно, мы с 1 декабря стартуем в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Она абсолютно всего касается, всех направлений и как мероприятий, как дворовых территорий, как заливку катков, как установку елок, как в целом объектов транспортной и дорожной инфраструктуры в стиле в брендбуке, автобусы, остановки. Но немаловажным у нас есть своя традиция. Традиция, мы 1 декабря, так называемый парад Дед Морозов, когда на центральной нашей площадке возле кинотеатра «Искра» мы даем старт зажжению елок на территории округа. Это вот важно, где вот в том году не менее 30 Дед Морозов давали старт по всей территории. И в этом году мы будем создавать такие праздничные настроения. Много будет еще иллюминаций, инфраструктурных, украшений, аллей, скверовых пространств, самих учреждений у нас, которые есть. Очень важно, и нам культработники подготовят много массовых мероприятий, их не менее 500. Конечно же, это мероприятие связано и в новогоднюю ночь, на 12 только площадок будет. Мы в целом сейчас создаем, наполняем интерактивную карту, чтобы у жителей была возможность понимать, куда ему в этот день пойти. Здесь каток, здесь горка, дворовая территория, здесь покататься немаловажно. Мы не менее 5 лыжных трасс будем накатывать и делать, и все будет создано, конечно же, для удобства наших жителей. Давайте-ка мы узнаем как раз о том мероприятии, с которого, в общем, начинается этот большой проект «Зима в Подмосковье» именно в нашем муниципалитете, у человека, который, собственно, и, как говорится, как капитан на корабле рулит всем мероприятием. Этого человека все мы знаем под разными прозвищами. Это клоун «Алекс», это доктор-клоун, это главный Дед Мороз Александр Синица. Даже не знаю, как обращаться. Дедушка Синица, Дедушка Мороз. Расскажите, каким будет в этом году вот этот вот парад Дедов Морозов? Добрый вечер, Дмитрий Владимирович. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие жители. Здравствуйте. В этом году, по традиции, мы будем наряжать троллейб. Мы напишем на стенке троллейбуса «Мороза лейбус». На крыше мы развестим подарки для ребят и для взрослых. Обязательно у нас будут песни в троллейбусе, игры, загадки. Придут ребята, придут взрослые. Я приглашаю всех вас, дорогие жители. Одевайте костюмчики. Приходите в исторический центр. Мы с вами пройдемся парадом Дедов Морозов и друзей. Будем петь песни. Обязательно нужно зажечь главную елку. Больше 20 елок мы будем зажигать. Это только основных. А во дворах мы посчитали, около 70 елок будет в нашем городском округе. Это здорово. Ребята, вы заметили, что сегодня был снежок. Сегодня у нас появился лед. Значит, мы же хорошо недавно отметили день рождения Деда Мороза. Так что старт новогодней кампании открыт. Дедушка Мороз, а сколько планируется участников Дедов Морозов в этом году? Вы знаете, это секрет. Это секрет. Но планируется много. Много. Много будет очень интересно. Приходите. Хорошо. А где будет сбор и само движение, хотя бы в центре Видного? Каждый год мы собираемся в историческом центре. Приходят ребята, приходят взрослые, готовятся. И мы начинаем петь песни. Когда мы поем песни, к нам приходят все прохожие. Говорят, а можно ли принять участие в вашем параде? Мы говорим, конечно. Конечно, конечно. Ну, где-то мы планируем, наверное, больше 100 человек вместе с Дедом Морозом и с жителей больше 100 человек в нашем параде. Спасибо огромное за столь интересное сообщение. Я думаю, что в этом году, как, собственно, и каждый год, жителей будет на этом мероприятии огромное количество. И все получат огромное удовольствие. Например, лично я в прошлом году и моя дочь написали письмо. И, вы знаете, все сбылось. Так что спасибо вам огромное. Спасибо. На этой позитивной ноте, видимо, нам придется закончить наш эфир. Несмотря на то, что мы подготовили огромное количество тем. Несмотря на то, что у нас есть много вопросов от телезрителей, мы обязательно передадим их нашему гостю. Все это возьмется в работу. Сейчас я хочу напомнить, что мы в прямом эфире беседовали с первым заместителем главы администрации Ленинского района, теперь уже, наверное, городского округа, Дмитрием Волковым. Всего хорошего. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин